Да что же это такое случается-то, господа? Вообще, вы должны понять, что в некотором случае я работаю гораздо круче и больше. Тем более, когда я работаю для магазина Орион. По одной простой причине. Не для каждого я делаю компьютерную графику. Я ее делаю. Представляете? Это реальные проблемки возникают у меня. Потому что компьютерная графика, это очень сложно. По сути событий. Вот я, допустим, сюда приехал. Да, я хочу все это дело показать. Сколько я буду работать? Да, по сути, не сильно долго. И потом сборка сейчас там, ну, с компьютерной графикой. Вот там посложнее, да? Но вы же не понимаете компьютерной графики. И поэтому я вам просто объясняю, как сюда доехать. Если вы находитесь в южных районах города. У нас город вытянут с севера на юг. Северный юг. Посмотрите внимательно. Google Map. Откройте? А, ну да, вы же... Ну ладно. То есть, самая северная сторона, это у нас район вокзала. То есть, едем в район вокзала. Дальше упираемся в улицу вокзальную, да? Я надеюсь, все прекрасно знают, куда ехать в сторону Соленого. Не знаете в сторону Соленого? Ну ладно. Это в другую сторону от... Верхнеуральской. Тоже не знаете. Ну ладно. То есть, получается, по вокзальной налево, если едете по всем основным магистралям с юга на север. Дальше, вот куда здесь-то повернуть? Вообще несложно. То есть, самое дешевое место, где вы прекрасно все делаете, понимаете? То есть, здесь склады, хладокомбинат находятся. Они налево. Ну, это самое дешевое место. Но вы налево не поворачиваете. Не доезжая метров 200, есть один замечательный поворот. Ну, здесь все ездят люди, потому что это все-таки дешево. Поворачиваете направо, и через три поворота тоже направо и приезжаете в магазин Орион. И вот здесь покупаете замечательные игрушки. Выключай. Вот для тех, кто понимает чисто речь, что, где и как. И для тех, у кого более объемное мышление, я повторяю. Едем по Советской, в сторону тех домов, что меньше. Собственные по Карло Маркса, и по Ленина, и по Суворова, и по Шишко. Туда, где меньше. И, естественно, упираемся в вокзальную. Далее по вокзальной едем туда, где меньше домов. Здесь другого поворота и нет. И направо. Туда и ныряем. И через два опять направо. И заезжаем в магазин Орион. Хозяева, в смысле, хозяйка которой и является моим другом. А у меня чистых друзей. Мал, мала, меньше. То есть вы посмотрели. Что вы хотели вообще здесь найти? Хотел найти еще я куклу. Летающую. Но ее... Сколько везем? Пока нет. Пока нет летающей. Она была здесь, я то знаю. Надо сюда почаще приходить, да? Чаще приходить. А вот в вашей руке что вы нашли? Ну, любимый мультик дочки Барбоскины. Здесь практически есть все, да? Давайте покажем, что здесь Барбоскины есть. Пожалуйста. Почти все персонажи, кроме Лизы. Лиза в другой упаковке. Ну, так как ее любимый персонаж вот это, по-моему, вот ее девочка любимая, вот это. Поэтому взял с этим персонажем. А цена-то небольшая? Копейки считай. Копеечки, да? Копейки. О, кстати, у вас есть очень хорошая штука. Очень хорошая. Да, пистолеты. Кстати, вот эти пистолеты, они настолько крутые, что с ними может даже на улицу выходить. Да, да, можно. Они настоящие металлические пистолеты. Металлические пистолеты, там только пульки пластмассовые. То есть, если, чтобы стрелять, она прямо летела, надо железную покупать. А так пластмассовые, а не ветер легко сдувает. Ну, давайте все-таки не об этом. Ну, это вам-то может стрелять, да, если честно. А ну, вот, допустим, если человек пришел, да, не может себе ничего другое купить. А хочется пострелять на улице. Потому что есть люди, которые делают все из дерева, да? М-м-м, все-таки это красиво. Ну, да, металлические. А вот есть, например, пластмассовые пистолеты. Их уронил, все, они не работают. Два раза зарядил, они все сломались. А это хорошо работает. А железные они очень хорошие, они не ломаются. Я в подъезде вот уронил, а бетон не сломался. Не сломался, супер. Да, а пластмассовые они с легкостью ломаются. Вот там есть пластмассовые. Цена 600 рублей. И это вообще как бы копейки, по сути? Ну, по сути, для металлического, который никогда у тебя не сломается. Даже если ронять его или что. А там 50 рублей. Я вот два сразу купил. Они за два дня сломались каждый. Бесполезно. Или так же тратить пластмассовые пистолеты набирать настолько и ломать. Или на ту же цену купить пластмассовые. Ой, это железные и все. Где можно купить этот пистолет? Вот тут, варьем. В магазине, варьем. Да, все. Он будет работать, все, вечно. Я пришел за игрушками. Купили? Купили. Какие игрушки купили? Вот эти вот страшные челюсти. Страшные челюсти, да? Но недорого? Не, недорого. Здесь вообще все копейки стоит. Копейки стоят? Конечно. Вау, круто. Машинки. Машинки. Трансформер. Две игры. И раскраску. Я так прекрасно понимаю, это вообще каких-то особых денег не стоит. Нет. Все доступно. Мы здесь очень часто. Все нравится. Все классно. Особенно цены. Особенно цены. А еще меня интересует то, что я здесь сюда постоянно прихожу и что-то новое. Да. Да. Это да. Это точно. Мы здесь часто. Народ не сидит, да? Да, не сидит. Это радует. Вот у меня, видите, молодой саприкатом уже занимается. Неплохо. Шесть лет, да? За камерой занимается, да? Тоже неплохо. Почему сюда пришли? Мы всегда сюда приходим. А насколько, знаете, как сюда найти? В смысле, как найти дорогу? Да, да, да. Он уже много лет, этот магазин существует. И ценники. И цены приемлемые. То есть, реально, 150 рублей, там, никаких проблем. Да, если даже что-то не хватило, всегда можно что-то найти другое. Конечно. Здесь цены дешевые, здесь выбору много. То есть, я вот просто на вас, я посмотрел на вас, и когда вы сюда зашли, у вас были очень ясные и лучистые глаза. Нет, здесь просто очень хорошо, здесь красиво, здесь выбору очень много. Я говорю, здесь и купить можно, то есть, не знаю. Никаких проблем нет? Никаких проблем вообще нет. То есть, мы вообще прям рады, что у нас есть такой магазин. И в этом магазине Орионе, вот за моей спиной и впереди моего папы, очень вообще количество велосипедов много. И если я захочу, он мне купит такой. Он, конечно, для меня бы большой. А если я хочу, захочу куда-то прокатиться, он мне купит. Возвращаясь на круги своя, что вы купили? Автомобиль в подарок ребенку. Сколько цена этого автомобильчика? Это секрет, это подарок. Это секрет, это подарок. Но тем не менее, это хороший автомобиль. Я вижу, что это Ford F-150, может быть F-350, ну из той же серии. Да. Супер. Я думаю, тоже ребенку понравится. А где купили? Здесь. В магазине Орион. В магазине Орион, да. Помню, что мне учитель сказал? На улице ходить, развлекаться. И, пожалуйста, здесь есть все. О, ракетки там, всякое другое. Шар, шарик, чтобы играть в футбол. И мячики такие, резиновые, типа. Ну, естественно, валанчики. Что я про них не сказал? Как-то странно было. Вообще-то, естественно говоря, мы сюда пришли не для того, чтобы здесь беседовать. Вообще-то, вообще-то мы сюда пришли, чтобы людям показать, как люди покупают здесь игрушки. В смысле, не себе, а своим детям игрушки. Вы, в принципе, так все и просто так. Вообще-то мы сюда пришли не для того, чтобы вам о чем-то рассказывать. Нет, мы сюда пришли не для этого. Мы сюда пришли, чтобы вам показать, что... Вообще-то мы сюда пришли для того, чтобы вам это дело показать. Мы сюда пришли с другой целью. Мы хотим показать, что люди сюда приходят и покупают игрушки для ваших детей. Ну, простите, если даже мы сюда зашли уже вовнутрь, вот это было изумение. Да. Как вы прекрасно понимаете, без сны у нас практически какой-то, да? Так вот, для этого потопа, кстати, сын у меня тоже взял, а я его у него тоже добрал. Вот. Вот с такой штукой я проходил по улице. И что, все абсолютно... Ну, это немножко для других товарищей, у которых там... Ну, я у него взял черный, знаете, и проходил по улице. Дальше, дальше. Ну, разумеется, куда мы пришли. То есть мой сын уже замечательно играет на синтезаторе. Я ему все дело купил. Но перед этим я здесь, в магазине Ирёнов, купил три ему синтезатора. То есть я это делал, чтобы купил в магазине Ирёнов. Кроме всего прочего, вот за моей спиной, вот за моей спиной, это еще не все. И ты еще не неси те велосипеды, которые здесь есть. Но то, что мне понравилось больше всего. Вот такой самокат. Вот этот самокат вы можете с собой везде взять. Он вот так складывается, и вы его несете, да? Если что надо, просто разбирайте, и ребенок уже катится. На таком самокате вес, ну, примерно два с половиной килограмма. Не сильно большой. Все остальное. Ну, во все остальное, это реально крутизна. Реальная крутизна. Где все это дело, еще раз его сможете увидеть. Во середоре я вас показываю. Едем в сторону севера. Сторона севера. Это у нас вокзал, естественно. По улице, где у нас есть вокзал, так вот по этой улице, у нас есть улица вокзальная. То есть, если по всем стратегическим, магистральным, вы дальше, чем на северке, и далее, чем на вокзале, вы больше никуда не поедете. И потом едете в сторону озера Соленое. Едете в сторону озера Соленого, да? Круговое движение по советскому переезжаете, едете дальше в сторону озера Соленого. И чуть-чуть, не доезжая дохладный кабинет, поворачиваете направо. Тут, в принципе, все и так становится понятно. Чуть-чуть опустились дальше в сторону автомобилистов, и едете поворот направо. Вот ваша тема. Вот здесь магазин, где он находится. Хотелось бы и сыну слово предоставить, но пока он чуть-чуть мал для закадрового. Поэтому, вспоминая ранее сказанное, по всем улицам, а это проспекты Карла Маркса, Ленина, Суворова, Шишка и Советской до начала, там по вокзальной до начала, и правый поворот, не доезжая хладок комбината, а затем еще раз, через два, направо. Итак, как сюда доехать? По Советской и на вокзальную. Потом налево и направо. Если вы понимаете, вот магазин Орион.